Приветствую тебя, Галактика! Великая Армия Республики на момент Приказа 66 практически целиком состояла из клонов, но в эпизоде 4 Новая Надежда клонов уже не было, а имперские штурмовики, показанные там, были обычными людьми, которые вступили в штурмовой корпус Галактической Империи по различным причинам. Так что же случилось с огромной и сверх эффективной Армией Республики после Великого Истребления Джедаев? Где проходит та черта, после которой клоны перестали быть величайшей военной силой в далекой-далекой галактике? Об этом я и расскажу в этом видео. Хотя Орден Джедаев прекратил свое фактическое существование в день, когда был отдан Приказ 66, далеко не все джедаи погибли вместе с Орденом. После того, как Дарт Вейдер послал приказ о деактивации всей армии боевых дроидов, воевавших на стороне Конфедерации Независимых Систем, главной задачей клонов с тех пор стала охота и истребление выживших джедаев. С постепенным вымиранием джедаев клоны получили новую броню и со временем общепринятое название Имперские Штурмовики. Связано это с тем, что Империи нужен был тотальный ребрендинг, чтобы люди как можно быстрее забыли о своем республиканском прошлом. Это касалось всех сфер жизни нового имперского общества. Этот переход в каноне произошел гораздо быстрее, чем в легендах. В каноничной новелле Лорды Ситов, действие которого происходит через 4 года после окончания третьего эпизода, рассказывалось, что один из гвардейцев, охранявших Императора Палпатина и Дарта Вейдера, был клоном. Это означает, что клоны могли успешно продвигаться по карьерной лестнице в Галактической Империи, и им могла быть дарована величайшая честь – защита самого Императора. Несмотря на это, полным ходом шла замена клонов на регулярные войска, состоящие из солдат, рожденных естественным путем. Ходили слухи, что образец ДНК Дженго Фета стал непригодным для клонирования, а каменаанцам не удалось заполучить тело покойного Мандалорца Донора после его смерти на Джоанозисе от руки Мейса Винду. Каждый последующий выводок клонов был менее эффективным, чем предыдущий. Многие клоны расслоились по различным уровням Имперской военной иерархии, например, стали инструкторами или наемниками. Сильной помехой для клонов был ускоренный в два раза жизненный цикл, который приводил к быстрому старению. Огромное число клонов покинуло ряды вооруженных сил. Многие из них сходили с ума, а не в силах пережить войну клонов и Приказ 66. Некоторые клоны, такие как Капитан Рекс, смогли оградить себя от выполнения Приказа 66 путем удаления чипов-ингибиторов, принуждавших клонов беспрекословно и без колебаний выполнять чрезвычайные приказы и сыграли важную роль в Галактической Гражданской войне, став ключевыми игроками в Альянсе повстанцев. Клон Кикс пытался раскрыть заговор, связанный с органическими чипами, имплантированными в мозг клонов. Кикс был захвачен сепаратистами и заморожен в Креостазисной камере еще до Приказа 66, но корабль, перевозивший Кикса, был атакован республиканскими войсками, узнавшими о похищении своего бойца. Крейсер сепаратистов получил серьезные повреждения во время боя. У экипажа корабля был строгий приказ предотвратить спасение Кикса любой ценой, поэтому корабль совершил гиперпрыжок в случайную точку, а Кикс был заморожен следующие 50 лет. Он являлся последним выжившим клоном из великой армии республики. В легендах перерождение армии клонов в штурмовой корпус империи переходил гораздо медленнее. 501 легион, а также множество других формирований новой армии империи принимали участие в одном из самых масштабных и кровавых сражений постреспубликанской эпохи – битвы за планету Кашиик. Несколько дней армия клонов противостояла объединенным силам коренного народа Кашиика Вуки и джедаев. Чаша весов склонилась на сторону клонов тогда, когда в битву вступил Дарт Вейдер, джедаины Кашиики были уничтожены, а Вуки порабощены Империей. Битва за Кашиик считается первой значимой демонстрацией имперской мощи. Дарт Вейдер лично приказал, чтобы войска под его командованием состояли из клонов, так как он помимо личного уважения к ним не понаслышке знал, что клоны являлись самыми эффективными воинами. Если в каноне клоны довольно быстро расслоились по различным силовым структурам и военизированным организациям, став инструкторами, телохранителями или охотниками за головами, то в легендах они долгое время продолжали сражаться в качестве регулярных войск. По всей Империи вспыхивали восстания против новой власти, а клоны подавляли эти восстания. Их поведение и мышление стало меняться, так как массовые убийства гражданского населения и бунтовщиков буквально вытащило из глубин клонических душ агрессивную сущность их донора прототипа Джанго Фета. Однако Империя уже тогда начала перестройку вооруженных сил, заменяя клонов рекрутами с дальних рубежей. Это было связано с тем, что эффективность армии клонов стала резко падать, как отметил командир Коуди. Позже выяснилось, что такое резкое снижение боеспособности клонов было связано с тем, что каменанцы намеренно саботировали процесс клонирования. Причиной этого была растущая ненависть каменанцев к Империи из-за Имперской оккупации. Недовольство клоноделов привело к тому, что они начали производить клонов, верных лишь им самим, а не Империи. Примерно через десять лет после окончания войны клонов, этот заговор был раскрыт, а на подавление восстания клоноделов были отправлены лучшие бойцы Империи, 501-й Легион, который в бой вел лично Боба Фетт. Восстание клоноделов было подавлено, а клонирование продолжилось, но уже в различных уголках галактики, так как Палпатин считал концентрацию инкубаторов на одной планете потенциально опасной. Донорами клонов также стали разные люди. Однако войска под командованием Дарта Вейдера все еще целиком состояли из клонов Джанго Фетта, которые считали новой партией бойцов клонов низшими существами, неспособными поддерживать порядок в Империи. Сильным ударом по числу клонов Джанго Фетта было уничтожение Звезды Смерти Люком Скайуокером. На борту станции находилось огромное количество клонов Кулака Вейдера. В это время камина полностью прекратила производство клонов Джанго Фетта. После уничтожения второй Звезды Смерти, гибели Императора Палпатина и Дарта Вейдера, финальным обладателем армии клонов Джанго Фетта стал Гранд Адмирал Траун. Последний клон Джанго Фетта был создан в четвертом году после Битвы при Явине, а окончательное вымирание и исчезновение клонов произошло вскоре после гибели самого Трауна. Так закончилась история когда-то славной и великой армии Республики. Предлагаю устроить битву в комментах! Напишите, кого вы считаете лучшими бойцами – клонов или имперских штурмовиков, набранных из рекрутов из населения Империи. Спасибо за просмотр и да пребудет с вами Сила!